Поздравиться с 100-летней датой ветерана Великой Отечественной войны приезжают гости со всего Щелковского района. Звонят родственники и друзья. Юбилей с красивой цифрой 100 отмечает Константин Савенко. В этот день он получает цветы, открытки и подарки. Мне понравилось, вы знаете, когда я спросила его, чтобы вы пожелали современной молодежи, он сказал, я желаю современной молодежи быть патриотами своей страны. Это драку стоит. Все, которые перешагнули 100-летний рубеж, и которые мы поздравляли, неважно, участник войны или друженик тыла, секрет они в один голос говорят, они всегда имели дело, дело любимое, дело важное, ответственное, то есть служили Родине. Вот это, конечно, пример для молодого поколения, пример для нас. И сейчас они говорят, вот еще бы послужили. Константин Савенко Родине служил всю жизнь. 76 лет прожил в поселке Чкаловский. Он учился в военно-инженерной академии имени Жуковского. В 36 лет получил звание полковника. Многие годы работал в Государственном летно-испытательном центре Министерства обороны имени Чкалова. Испытывал самолеты, разрабатывал новые модели. С таким же увлечением юбиляр продолжал работать в авиации еще 19 лет после выхода на пенсию. С душой Константин Андреевич всегда относился не только к работе, но и к людям. В день юбилея вспоминался служивцев и учеников, которые добились больших успехов на военно-инженерном поприще. Это очень тонкое дело. Техника техникой, а как вот с людьми обращаться, конечно, у нас мало кто умеет. Вот выдержанный. Вот люди с ним служили, ему подчинялись, но они всегда приходили на день победы, на день рождения, поздравляли. То есть были такие вот человеческие отношения. Для армии я считаю, что это исключительно, понимаете, такое дело. Столетний юбиляр успевает с каждым гостем переброситься парой слов, поделиться воспоминаниями. По его признанию, секрет долголетия прост. Образ жизни был здоровый. Я никогда не курил. И не выкликался спиртным, потому что работы было очень много. Константин Андреевич обескураживает сразу. Сохранить такой здравый ум в своем возрасте дорогого стоит. И за физическим состоянием ветеран следит. Каждый день небольшая зарядка обязательно. Привезла в приемное отделение. Пришли врачи, смотрят, там что-то измеряют. Она там, врач говорит, там столько-то, прибавит столько-то. И задумалась. Отец ей ответ. И вдруг она вся побледнела, выбежала в коридор и говорит, он умеет считать. Они говорят, в общую палату его положат. Вот сейчас разговаривали. Совершенно трезвый ум у человека. Совершенно. И разговариваешь, и он какие-то воспоминания. У него прекрасная память. Причем о всех событиях. Ну, надо отдать должное. Он не зря прожил свою жизнь. И дай бог еще много-много лета. Преуспел ветеран и в делах семейных. У него двое детей и двое внуков. Они уверены, что сто – это еще не предел. И надеются, что как минимум одну круглую дату еще удастся отметить. Марина Познякова, Сергей Максимов, телерадиокомпания «Щелково».